На границе тучи ходят хмуро. Чтобы человек, гражданка Казахстана, пока стояла в очереди на казахском ККП, чтобы к нам пройти, у нее сердце схватило, она умерла даже. Такой ситуации, конечно, ни с одним соседом у нас нету, ни с Тадзикистаном, ни с Узбекистаном, ни с Казахстаном. Но отговорка есть, поэтому, что я могу сказать, мы сегодня проведем выборы, если через 1-2 дней после выборов ситуация остается прежней, то я, как президент Кыргызстана, потребую внеочередного созыва глав государства Евразии, у меня есть такое право по уставу Евразии, потому что тогда нам надо определиться, есть у нас Евразии или нет у нас Евразии. Я уже однажды в Ашстане и говорил. Вообще, я бы хотел напомнить, и всем привет, что Кыргызстан вступил, по-моему, в 2015 году в Евразийский союз экономический, и условия были таковы, что кыргызский товар, услуги рабочей силы должны были свободны, беспрепятственно перемещаться по пространству. А это Казахстан, Россия, Беларусь и вот Армения присоединилась. И здесь он, руководитель уже бывший, дает понять Путину, который является локомотивом, именно Россия является локомотивом этого союза, что если он каким-то образом не повлияет на казахстанскую власть, и не будет снята проблема на казахстанской киргизской границе, то зачем тогда вот этот союз нужен, если условия его не выполняются? Назарбаева и других президентов, что мне иногда Евразийский напоминает книгу Джорджа Орвелла «Скотный двор». Там помните... Вообще, вот эта книга «Скотный двор» я бы посоветовал многим почитать, она очень интересна, и как раз она ясно показывает, что бывает, когда человек начинает злоупотреблять свою власть, и когда люди становятся, ну, можно сказать, заложниками вот этой ситуации. Но это приведено на примере вот этой сказки. У нас свинья говорит, свинья, один из персонажей «Скотного двора» говорит, «Все животные равны, но некоторые равнее». Если у нас союз, у нас все стороны должны быть в равных условиях. Все-таки наша казахстанская сторона, правительство должны проявить мудрость, и результатом этого должно быть то, что вот этих проблем, которые сейчас есть на киргизской казахстанской границе, чтобы их не было. И вообще надо признавать свое поражение. Именно казахстанское правительство сделало ставку на одного из кандидатов. Этот кандидат проиграл. Тут не надо обижаться, тут нужно просто проявить мудрость и выстраивать отношения с новым руководством Кыргызстана на условиях нормальных, дипломатических, так, чтобы это в первую очередь было выгодно между двумя народами. Ну и нужно соблюдать еще евразийский экономический договор. Вообще, если глубже думать, что такое Евразийский Союз? Это экономический договор между отдельными странами бывшего стран Советского Союза. Но, к сожалению, кто входит в этот Евразийский Союз? В основном авторитарные страны. Россия, которая откатывается с точки зрения демократии назад. И здесь Кыргызстану будет, конечно, непросто, потому что всегда будет возможность давления, и чтобы сбить эту страну с демократического курса. И, конечно, было бы неплохо, если бы Кыргызстан и здесь смог отстоять свою независимость в политическом плане, и не давать возможности влиять на нее в политическом смысле. Хотя, что тут говорить? Экономика – это продолжение политики. Ну а поскольку сейчас инвестиции в основном идут в экономику Кыргызстана с Россией, то я так логично рассуждаю, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы там была политическая стабильность, потому что от этого зависят ее экономические интересы, ее инвестиции, сохранность этих инвестиций, приумножение инвестиций. Вот. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно послушать. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok